коллеги здравствуйте мы в целом готовы начать пока у меня мои коллеги по направлению устойчивого развития будут подключаться я начну сегодняшний вебинар меня зовут дружинова андреевич занимаясь организацией проведения олимпиады я профессионал и сегодня я вам расскажу в первую очередь про организационные моменты которые у нас будут на финале сейчас еще демонстрацию итак заключитель этап олимпиады у нас пройдет в один этап 17 февраля при этом для всех площадок он пройдет в 10 утра по московскому времени и на площадке города владивосток на час раньше в 9 утра время выполнения заданий 180 минут соответственно три часа с начала раздачи бланк олимпиада у нас пройдет на площадку корна барнаула владивостока екатеринбурга москвы ростова-на-дону санкт-петербурга томска и уфы соответственно в разделе заключительный этап олимпиады вы можете смотреть город и непосредственно номер корпуса и его адрес чтобы понять где собственно находится место проведения олимпиад при этом если вы нажмете на ссылочку вот тут вам прям яндекс карта покажут здания с необходимыми инструкциями как войти потому что здесь на карте на схемах это все есть а так как некоторые не естественно корпуса они периодически бывают довольно большие и непонятно с какой стороны заходить главный вход вот специально для этого кликайте сюда прям около здания и примерно понимать куда вам нужно проходить для того чтобы попасть на какую-то одну из этих площадок вам необходимо было выбрать ее в личном кабинете и соответственно если вы это сделали то вы окажет списках участника соответствующей площадке если вдруг этого не сделали вам автоматически проставилась площадка которая наиболее ближе находится к вам либо площадка которого вы выбрали либо площадка точнее которую вы могли не выбрать она пыталась как-то автоматически если вам необходимо ее поменять вот есть специально у нас электронная почта вам нужно будет на нее написать так как у нас некоторые площадки вполне вероятно уже не смогут поместить какое-то количество участников и для того чтобы уточнить сможете ли вы туда зарегистрироваться случае если вы выбрали неправильно вам нужно будет нам написать это момент с нами согласовать соответственно в разделе заключительный этап можете ознакомиться с спецификацией для бакалаврята и соответственно для категории администратора специалитет с регламентом проведения олимпиады и с памяткой участников памятка участника целом указаны все необходимые моменты указаны разным чем можно пользоваться чем пользоваться нельзя и так далее так далее соответственно по направлению сочи в развитии категории бакалавриата вы собственно берете русскую листочек начинаете писать олимпиады права проходят полностью в письменной форме категория магистратуры специалитет здесь уже здесь получается разрешается использована справочная информация сейчас откроется у меня памятка я вам покажу конкретный пункт вот категория магистратуры специалитет перечень из 21 нормативно-правового документа в него включены федеральные законы кодексы основе для правительства различные приказы которые мы вы можете взять с собой при этом для удобства уже есть ссылка на яндекс диск вы можете заранее ознакомиться этой информации почитать примерно понять какие справочные материалы вам нужны почитать заранее законы обновить освежить память так сказать и что-то взять с собой это допускается бумажном виде и отдельно обратите на пункт номер 9 данной инструкции у нас на площадке будут ноутбуки примерно на каждого участника на каждые 20 примерно участников будет один ноутбук и время так как чтобы все участники могли иметь доступ к этому ноутбуку хотя бы один раз на состязание мы просим соответствии с инструкцией подходить ему не более чем на 8 минут у меня очень большая просьба если какие-то материалы можете взять возьмите их с собой можно если вдруг какие-то материалы вы не хотите печатать можете взять допустим библиотеки хочу напомнить что это именно справочные материалы и как потом отдельно расскажут мои коллеги александр мартынович зачем собственно мы их с собой берем и зачем они вам нужно вот в целом по организационным моментам все если кому-то вдруг необходимо приглашение на университет так как я понимаю что не у всех есть возможность поехать на олимпиаду за свой счет для этого ты специально может направить соответствующее приглашение вызов на вас в ваш университет так вот если это вам потребуется пишите на эту почту мы делаем такое приглашение вам индивидуально и либо на ряд студентов допустим можем сделать сразу на все студенты ваш университет вот скажите пожалуйста если у вас какие-то вопросы по организации можете писать в чат можете так задавать через голосовой ну хорошо если вдруг они у вас появятся без проблем пишите в чат мы на них ответим я перед условным коллегам сегодня со мной адам александр мартынович профессор томска государственного университета он вам будет рассказывать о категорию магистратой специалитет и полякова органуровну права там срок государственного университета будут рассказывать про категорию бакалавриата спасибо добрый день уважаемые коллеги я адам александр мартынович значит мы отвечаем за блок по магистратуре поэтому я хотел бы акцентировать ваше внимание на некоторых моментов то есть теми на тех сложностях с которыми вы столкнетесь первое вы обратили внимание что в этом году у нас называется не просто там экология природопользования а устойчивое развитие и рациональное природопользование а что такое устойчивое развитие вот мне хотелось бы образно вам пояснить поскольку федеральный закон об охране окружающей среды там узаконена эта формулировка что такое устойчивое развитие гласит устойчивое развитие это развитие общества при котором удовлетворение потребностей нынешних поколений осуществляется без ущерба для будущих поколений как это понять мы с вами на прошлом вебинаре немножко об этом говорили как об этом как это понять если образно воспринимать это да покушал сам оставь своим детям внукам и правнукам а вот это понятие устойчивое развитие его можно понять на уровне предприятия на уровне территории на уровне семьи но и говорят нет это только для всей планеты а на самом деле это приемлемо и на уровне даже ваших семей и естественно на уровне территории на уровне предприятий связанных с территорией и смысл очень простой устойчивое развитие это баланс социальных экономических и экологических интересов скажем территория да один вариант город окраина города и разработан проект по строительству микрорайона на эту территорию вот нужно выбрать можно там строить либо нет в территории разные бывают очень ценные где там редкие исчезающие виде бывают менее ценные бывают значит там силу геологических процессов или геологического строения территории оползневые моменты вот с этой точки зрения и нужно выбрать баланс потому что по-любому любой город должен развиваться но территории нужно выбирать чтобы они были чтобы нанести минимальный ущерб окружающей среде и для кого это делается до социума а что такое социум а эти жители города но грубо говоря нужно построить там строительный комплекс либо детский сад вот нужно выбрать такую территорию вот этот баланс социальных экологических и экономических интересов вот это и есть устойчивого развития и вот просьба на те вопросы которые вам там будут задание даны дали в задачка вы должны подходить именно с этой точке зрения с точки зрения баланса подчеркиваю социальных экологических и экономических интересов если мы хотим развивать общество она по-любому будет развиваться значит нужно что-то строить если строить по-любому будет наноситься какой-то ущерб окружающей среде но здесь работает принцип вообще в экологии работает принцип как у врачей не навредить или нанести минимальный ущерб и помнить что все это делается до человека но когда разговариваешь по жизни до в принятии управленческих решений а все задачи они построены именно с целью потренировать вас в принятии управленческих решений и когда разговариваю там со своими студентами аспирантами да вот можно там строить или нет нельзя а почему ну как там же природа хорошо у тебя есть квартира у других людей нет квартир значит нам нужно строить микрорайон обеспечить квартиры надо это надо но подчеркиваю с одним условием минимальный ущерб окружающей среде это первое о чем их что я хотел вам объяснить все это очень просто просто красивые фразы они их нельзя изложить по-другому поэтому законе вот так вот написано как бы абстрактно а как понимать нигде не расшифрованы вот я вам это расшифровал вторая проблема как с которой вы столкнетесь или уже сталкиваетесь это применение нормативно правой базы то есть законодательства вот здесь он хотел подсказать дать некоторые подсказки потому что если вы возьмете федеральный закон номер 7 об охране окружающей среды либо 96 об охране атмосферного воздуха и водный кодекс и так далее они большие поэтому пометьте себе на что нужно обратить внимание в этих законах потому что система управления сфере охраны окружающей среды и вообще сфере экологии законодательная система она во многом изменилась за последние годы это для тех кто первый раз принимал участие принимает участие в этой олимпиаде кто принимал участие те уже знают что такое ндт наилучшие доступные технологии но может кому-то это преподавали поэтому федеральном законе номер 7 об охране окружающей среды чтобы весь его не листать и не изучать обратите внимание на статью 4 2 наилучшие доступные технологии хотя она называется почти дословно категории нет сейчас не категории есть категорийность объектов негативного воздействия и в обязательном порядке посмотрите постановление правительства номер 23 98 о категорийности объектов негативного воздействия потому что но вы уже большей части знаете поэтому здесь я прямую подсказку не дам вы так это знаете на основании вот этих вот законов и нормативного документа постановления в данном случае все объекты негативного воздействия то есть предприятия разделены на четыре категории и зависимости от категорийности скажем первая категория наиболее опасные предприятия они должны иметь природоохранную документацию вот какой набор природоохранной документации должны иметь объекты негативного воздействия первой категории второй категории третьей категории и четвертой категории включая прежде всего основные документы на там либо кэр либо декларации затем документы по охране атмосферного воздуха документы по охране вернее по забору и сбросу сточных вод то есть по воде и документы по отходам понятно что требования разные и поэтому понятно что первая категория там наибольшее количество этих документов меньше всего значит четвертой категории вот вы должны в этом разобраться теперь нужно понять есть понятие переданные полномочия это полномочия органов государственной власти какой орган власти что имеет право делать у нас с вами мы говорили прошлый раз три органа исполнительной власти это федеральный уровень в нашей с вами сфере это росприроднадзор это региональный уровень область край республика это где-то министерство по экологии по охране окружающих не по экологии и природопользованию где-то они называются по охране окружающей среди где-то в каждом субъекте федерации по разному где-то просто департамент природных ресурсов охраны окружающей среди как в томской области и третий уровень органа исполнительной власти это муниципальный сразу подсказываю и поясняю муниципальный орган власти не относится к понятию государственного таким образом у нас остаются с вами только два органа государственной власти в сфере охраны окружающей среды это федеральный росприроднадзор и это региональный то есть областные краевые природоохранные министерства либо там ведомства одним словом и есть некоторые полномочия которые он который правительство передала с федерального уровня на региональный уровень ну как пример по которому и там вопросы не задавали по прессу леса собственно федеральная кто должен управлять федеральное агентство лесного хозяйства структуре министерства природных ресурсов а кто рабочие лошади кто конкретно охраняет лес а конкретно охраняет региональные департаменты лесного хозяйства вот как пример то же самое и по воде обратите нам внимание и здесь еще раз подсказываю поднимите я не знаю значит это у вас сохранилась прямая презентация которую делал помог декабре вам в начале организации нашей с вами олимпиады там есть табличка про которую на которой обращал ваше внимание говорил это шпаргалка для вас значит мы специально разработали для студентов мы вам тоже дали которая позволяет разобраться какие полномочия у какого органа власти и посмотрите кто за что отвечает кто какие документы согласовывает утверждает какой орган власти выдает разрешить документы скажем по тому какой орган власти утверждает нормативы допустимого сброса а какой не утверждает кто выдает там разрешение на выброс там и так далее тогда вот разберитесь как раз связки с С системой наилучших доступных технологий. Так, теперь федеральный закон номер 89 об отходах производства и потребления. Потому что многие сейчас путаются, некоторые до сих пор называют твердые бытовые отходы. Такого термина уже давным-давно нет. Твердые коммунальные отходы. Это первое. Если вы где-то там напишите твердые бытовые отходы, это будет грубейшая ошибка. Твердые коммунальные отходы. Теперь изменилась система управления отходами производства и потребления. Если раньше каждый субъект федерации кувыркался, как он сам мог, да, чаще всего это спецавтохозяйства какие-то муниципальные, вот они этим занимались. Сейчас есть понятие региональный оператор, федеральный оператор. Вот вам нужно разобраться, какой из этих операторов, чем занимается и за какие классы опасности отходов производства и потребления отвечает. Это очень важно. Теперь, что касается водного кодекса. Здесь нужно разобраться вам с водоохранными зонами, потому что ширина водоохранных зон зависит от протяженности водного объекта. Либо от уклона береговой линии. Вот с этим вам надо разобраться и обратить внимание, что можно строить, а чего нельзя строить в пределах водоохранных зон. Ну, как пример такой житейский, его там в этом году не будет, это из старых заданий. Но я его приведу, чтобы вы понимали. Вы поехали на рыбалку, да, подъехали к речке, значит, и вам нужно поставить машину на берегу, чтобы далеко не ходить от берега. Так ведь? Так. А здесь водоохранная зона, скажем, 200 метров. Имеем мы с вами править, ставить там машину? В водном кодексе написано, запрещено, значит, не имеем. Но в скобочках в водном кодексе написано, за исключением, а там написано, прописано дальше более детально, за исключением твердых покрытий. То есть, если на берегу в пределах 200 метровой водоохранной зоны имеется твердое покрытие, то есть бетонная площадка, асфальтированная площадка, то тогда мы имеем право ставить машину. Если твердого покрытия нет, скажем, гравий, даже гравийная дорога, гравийная дорога, а это не твердое покрытие, тогда подойдет инспектор, даже рыбоохранной, и выпишет нам с вами штрафчик. Обращайте внимание на скобочки, то здесь важно понять. И разберитесь с водоохранными зонами. Теперь, значит, там вопросы, у вас есть в перечне нормативно-правых актов, постановление правительства о зонах затопления. Здесь важно разобраться вам, кто их утверждает. Так, теперь, значит, формы, кто ведет формы государственного водного реестра. Тоже есть приказ МПР, номер 138. Главное, вам нужно понять, а кто ведет? Какое ведомство? Субъект федерации, либо какой-то федеральный орган, либо муниципалитет, может быть. Вот вам нужно в этом разобраться. Теперь, значит, вопрос у нас очень важный, поэтому ежегодный. Это по проведению инженерно-экологических изысканий. Но кто участвовал уже в Олимпиаде, они помнят. То есть, в зависимости от объекта, который планируется построить на какой-то территории, есть требования по ГОСТу, по СанПинам. Сколько проб необходимо отобрать на площадке в один гектар. А потом экстраполировать на всю территорию, на которой будет строиться данный объект. И надо разобраться с методиками отбора проб. Скажем, отбор проб почв. На какой глубине? Потому что несколько проб надо отобрать. И надо помнить, как называется инженерно-экологическое изыскание. Вот экологическое изыскание, это значит искать загрязняющие вещества. В том числе и в почве. Или в грунтовых водах. А инженерные изыскания, они подразумевают геологические изыскания. То есть, это, по сути дела, геологический блок. Они проводятся для того, чтобы определить прочность грунтов. Я упоминал сегодня о ползневые моменты. И привожу вам пример. По Сочи. Когда, как бы там проводилось строительство, от Олимпийские игры, международные Олимпийские игры, был построен микрорайон. Целый микрорайон, окраине города. Все замечательно, красивые домики. По международным стандартам. Но, основу зданий сделали по европейским, как раз стандартам. А в Европе как строят? И вообще, как дома строят? Либо это свайное поле, то есть, сваи забиваются. Различные длины, в зависимости как раз от устойчивости грунтов. Если слабые грунты, длинные сваи, там 12, 16, 18 метров бывают. Если плотные грунты, значит короткие сваи. Либо ленточный фундамент, то есть, вырываются канавки под это здание, да? Заливается бетон, арматура и строится потом дом. А в Европе заливают плиты бетонные под здание. То есть, дом планируется построить, выравнивается площадочка, заливается там в определенной толщине бетонная плита, и на эту плиту садится дом. Но это в Европе. Вравнение. А что такое Сочи? Горная система. И там построили так. На вот этих бетонных плитах. А в результате начались дожди, и пошли оползневые процессы. И весь этот микрорайон сполз. Слава Богу, никто не погиб. А почему так произошло? А потому что те геологи, которые проводили геологический блок, они не обратили внимания, что там оползневой процесс. Поэтому я просто поясняю, что такое инженерное изыскание. То есть, это геологическое изыскание для определения устойчивости грунтов. Для строительства того-либо иного объекта. Теперь, значит, зоны санитарной охраны, источников водоснабжения и водопроводов. Питьевого назначения. Три пояса. Там три пояса сразу подсказывают. Но какие поясы? Какой они ширины? Есть стандартные, как бы, вот из этих трёх поясов, есть стандартный один размер пояса. Один и два расчётных. На основании чего эти расчёты проводятся? От чего зависит, как бы, вот ширина этих зон? Тоже вам надо разобраться. И ещё вопрос чисто экологический, но тоже с точки зрения устойчивого развития или минимального нанесения вреда окружающей среде. Он связан с физической географией. То есть, обратите внимание на понятие природно-климатическое зонирование. Да, там Арктика, Субарктика и пошли-пошли-пошли на юг, да? И вот какая, и какие экосистемы в этих зонах наиболее устойчивы, а какие наименее устойчивы к антропогенным воздействиям. И самое главное, почему? Какие факторы определяют устойчивость? Абиотические факторы. Всех перечислять не надо. Там есть основные. И подскажу, их всего три. Всё очень просто. И аналогично вам нужно разобраться в природно-климатической поясности. То есть, грубо говоря, на равнина части этой зоны, а в горах называется поясность. И разобраться. А в горных системах какие экосистемы наиболее устойчивы к антропогенным воздействиям, а какие менее устойчивы. И что определяет эту устойчивость? Что определяет эту устойчивость? Какие факторы? От чего зависит устойчивость то ли в иной экосистем? Всё это очень просто. Главное – понять, как живёт природа, как она существует. Ну, вот, в принципе, у меня всё. И с удовольствием отвечу на ваши вопросы, если они будут. Пожалуйста, коллеги. Я думаю, пока магистры наши думают, я продвигусь по бакалавриату. Тогда я пока звук выключаю. Ну, начнём быстренько про структуру олимпиады. В бакалавриате это шесть заданий по три блока. В каждом блоке по два задания ситуации. Первый блок – это биосистемы. Часто задания связаны с животными, местами их обитания, взаимодействиями их между собой, а также влиянием различных факторов на их существование. Второй блок – это природопользование. Здесь задания могут быть связаны с различными видами ООПТ, созданием или, наоборот, разрушением каких-либо элементов при дальнейшем выявлении влияния этих процессов на окружающую среду. Ну, допустим, в ситуации будет описано разрушение леса, и в вопросах уже будут звучать примерно как эта ситуация повлияет на почву, как, собственно, на воздух, на ближайшие реки и так далее. Или, допустим, как осушение водоема повлияет на микроклимат ближайшего региона. То есть в ситуации будет описано, в задании описана ситуация, и, собственно, вопросы, как эта ситуация повлияет на окружающие элементы. Ну, и третий блок это социально-экологические проблемы. То есть это задания, которые в той или иной мере затрагивают социальную составляющую жизни человека, но при этом все равно связаны с экологией, окружающей средой и природой. Вот. Ну, и хочу немножко остановиться на, так скажем, двух крупных ошибках, которые часто отвечающие допускают. Это одна из таких, это неполный ответ. То есть если в задании даже вопрос строится «Можно ли?», то многие отвечают, допустим, «Да, можно или нет, нельзя». И на этом все. Это неправильно. нужно развернуто строить свой ответ, чтобы в нем прослеживалась логика ваших размышлений, которая вас непосредственно привела к таким заключениям, там, да, можно или нет, нельзя. Также иногда некоторые отвечают в стиле «А может быть это, а может быть то». Ну, например, в этой ситуации можно создать национальный парк или «Заказник». То есть такой ответ будет проверяющими оценен как неверный, потому что тут у проверяющего может возникнуть вопрос о том, что существуют некоторые пробелы в знании отвечающего, которые как раз ему и не позволили прийти к однозначному ответу. Ну и, собственно, хочется отметить, что внимательно читать задания, зачастую в задании имеются как раз-таки ключевые элементы, которые вам, так скажем, и обратив внимание на них, вас это должно подтолкнуть как раз-таки к верному ответу. Поэтому, например, из демоверсии небольшая ситуация, где описано, что на территории имеются экзотические декоративные формы и виды растений, то есть это вас уже при выборе какой ПТ создать должен толкнуть. Так, экзотика. Ну, в природных экосистемах, биосистемах вряд ли оно само собой там появится. декоративные ну, тоже что-то должно быть красивое, там это тоже, ну, может быть, но, наверное, не в таком количестве, значит, это должно быть там, где это специально садилось, эти декоративные формы, это экзотика. И, следовательно, так, вы должны прийти к выводу, что раз это специально садилось, значит, что у нас для ОПТ подходит? Ботанический сад или дендрарий, то есть, примерно как-то так. Вопросы? Так, коллеги, пожалуйста, вопросы. Ну, еще подсказка. Потренируйте себя независимо, бакалавриат, магистратура или просто ваша жизнь. Задавать всего самим себя. Задавать всего три вопроса. Почему? Зачем? Как? Почему происходит этот процесс в природе? Зачем его надо изучать? Или зачем выяснить все детали функционирования экосистемы? Либо там биоциноза, биогеоциноза. И как? Как помочь этому биогеоцинозу, экосистеме или еще чему-то выжить? Как помочь природе? Как меньше навредить? Три вопроса. Их можно задавать и в своей поседневной жизни. Эти три вопросы очень помогают жить и быть успешным. Так, вопросы, коллеги? Иван Андреевич. Коллеги. Да, продолжайте. Здравствуйте. Меня зовут Виктория. У меня вопрос к Ольге бакалавриат. Вот вы говорите по поводу демоверсии ответа ботанический сад или дендрарий. В случае, если мы выбираем один вариант, чтобы не показать глупость своих рассуждений, мы пишем ботанический сад, а проверяющий будет оценивать как дендрарий. Будет считаться ошибкой? Нет, конкретно в этом случае не будет, потому что это одно ООПТ, оно так и называется, ботанический сад или дендрарий. То есть здесь в этом случае ошибка не будет. То есть если мы говорим собственно о разных именно категориях, например, национальный парк и заказник, то это соответственно абсолютно разные, и тогда это будет считаться ошибкой. А ботанический сад или дендрарий, это можно сказать как бы об одном и том же. Все, спасибо большое. И что было понятно, потому что разные статусы у национального парка, у заповедника, у заказника, либо памятника, статус разный. еще коллеги, еще коллеги, пока есть возможность получить подсказки, получить шпаргалки, задавайте вопросы. О, молодцы, все-все знают, все-все поняли. коллеги, ну, раз у нас нет вопросов, я сейчас запущу демонстрацию экрана, здесь у нас QR-код, просьба, вы можете по нему перейти, оставить обратную связь по данному вебинару, если у вас вдруг остаются какие-то вопросы после данного вебинара, у нас на сайте есть разделе заключительного этап почты, можете на нее выставить свой вопрос, если он не по организации, мы передадим его разработчикам задание металлической комиссии или жюри, и они, соответственно, вам ответят. Вот QR-код можете заскриншотить, потом перейти по ссылке и оценить, как прошел сегодняшний вебинар. Вот, желаю всем хорошо написать олимпиаду, надеюсь, вы станете профессионалами, также хотел немножко прорекламировать наш образовательный форум, который у нас пройдет с 21 по 24 мая, пройдет он в Томске для направления биотехнологии, геологии, психологии и устойчивого развития рационального пьердопользования. Собственно, на данном форуме мы познакомимся с промышленными партнерами с такими, как Сибагра с Газпромом будем решать кейсы четыре дня погружения в университетскую среду Томского государственного университета и дополнительно будем рассматривать темы, которые связаны с качествами жизни, глобальными изменениями. заявки на форум будем принимать примерно через месяц на сайте Олимпиад. Вот. Поэтому всем спасибо. какие-то еще вопросы остались, коллеги, прошу посмотреть. вопросы ко мне на какие темы стоит обратить внимание. Но в сути я когда о блогах говорила, частично это затронуло. Это собственно биосистемы непосредственно взаимодействие одних элементов тех же животных, тех же природных элементов таких как леса, воды, реки и прочее. Это их взаимодействие и влияние между собой, то есть функциональное, структурно-функциональное собственно как что на что влияет, какие процессы затрагивает и прочее. И как непосредственно так скажем это все касательно то есть если брать третий социально-экологический блок, то есть условно как там нарушение каких-то целостности какого-то объекта может собственно также отразиться и на человеке. То есть здесь в бакалавриате больше строятся задания так скажем на тех базовых знаниях, которые по сути начинаются еще со школьной скамьи и в университете больше углубляется расширяется то есть у нас вот прям таких конкретных по документам как у магистратуры такого прям не будет то есть человек который прошел ботанику экологию так скажем базовая химия и прочее этих знаний хватает собственно чтобы справиться с заданиями бакалавриата еще вопрос будут ли вопросы в концепции устойчивого развития или только на общую экологию значит по концепции устойчивого развития в магистратах в магистратах в магистратах этих вопросов прошу прощения значит не будет вас спрашивают в бакалавриате последний вопрос в чате ну как бы раз направление так то есть устойчивое развитие и общая экология ну общая экология как я только что сказала непосредственно биосистема это что это как бы общая экология то есть естественно затрагивает устойчивое развитие как бы не в таком сильном аспекте как в магистратуре но отчасти тоже будет конечно затронута то есть теоретической части по устойчивому развитию не будет ни там ни там ни в балкавриате ни в магистратуре коллеги спасибо еще раз покажу QR-код мне сказали в чате что он не работает вот пожалуйста просьба перейти ставить обратный связь так ну собственно раз это все вопросы большое спасибо что сегодня присутствовали коллеги большое спасибо за такой замечательный вебинар с большим количеством информации спасибо спасибо спасибо